Электромагнитные волны, наполняющие нашу Вселенную, различаются главным образом по длине волны или по частоте. Весь диапазон электромагнитных волн носит название спектра электромагнитного излучения. Отдельные части этого спектра принято различать либо по длине волны, либо по частоте. Учитывая, что все электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью света 300 000 км в секунду, длина волны равна отношению скорости света к частоте волны. Спектр электромагнитных излучений включает в себя радиоволны, микроволны, инфракрасные излучения, видимый свет, ультрафиолетовые излучения, рентгеновские лучи и гамма-лучи. В 1912-1914 годах американский астроном Слайфер открыл эффект, который называют космологическим красным смещением. Это явление заключается в том, что спектральные линии от далекого космического источника, например, галактики, смещаются в сторону больших значений длин волн по сравнению с длиной волны тех же линий, измеренной от неподвижного источника. Другими словами, регистрируемая длина волны излучения далекого источника, удаляющегося от нас с высокой скоростью, становится больше. В 1929 году Хаббл открыл, что красное смещение для далеких галактик больше, чем для близких, и возрастает приблизительно пропорционально расстоянию между ними. Это открытие позволило сделать вывод о том, что Вселенная постоянно расширяется, а звезды и галактики удаляются друг от друга, и в частности от Земли. Если излучение проходит достаточно большое расстояние, и красное смещение увеличивается, оно перестает быть видимым и становится сначала инфракрасным, а затем микроволновым. Наличие подобного излучения от невероятно мощного источника, существовавшего в первые мгновения рождения нашей Вселенной, предсказал в 1946-1948 годах Георгий Гамов, выдающийся российский и американский физик-теоретик. Это излучение называют реликтовым, и оно обнаруживается сегодня в виде микроволн, распространяющихся в космосе во всех направлениях. Открыв природу электромагнитного излучения, человек освоил самые различные его виды. Радиоволны применяют в радио- и телевещании, а также в мобильной телефонии. Диапазон радиоизлучения, примыкающий к инфракрасному, часто называют микроволнами. Его также называют сверхвысокочастотным или СВЧ-излучением, так как у него самая большая частота в радиодиапазоне. Микроволны используют в радиолокации, радионавигации, системах спутникового телевидения, мобильной телефонии и так далее. Инфракрасные лучи человек ощущает кожей как тепло. Их используют в приборах ночного видения, которые позволяют нам видеть в темноте. На использовании видимой части электромагнитного спектра основано устройство всех оптических приборов. Искусственные источники излучения видимого света применяют для освещения улиц и помещений. Ультрафиолетовые лучи нашли широкое применение в медицине, а также их используют в солярии для получения искусственного загара. Рентгеновские лучи широко применяют в медицине при диагностике переломов и различных заболеваний внутренних органов. Они проникают сквозь мягкие ткани организма, но поглощаются более плотными тканями, включая костную. Гамма-лучи способны проникать даже сквозь металл, поэтому с их помощью можно обнаружить микротрещины в металлических конструкциях. Гамма-излучение также используется при лечении злокачественных опухолей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова